Меня зовут Илюша. Я всю свою жизнь занимаюсь звукорежиссурой. Нигде никогда не работал ни на какой должности, кроме как звукорежиссер. Я начал свои звукорежиссерские суровые будни в студии, наверное, в 15-16 лет. Так сложилось, что я изначально попал в очень хорошую высококачественную аналоговую студию, где была куча потрясающих приборов, железок и микрофонов, о которых все мечтают. И благодаря этому сразу же понял, что никакие железки тебя хорошим специалистам не сделают. Потому что первые пару лет я верил, что у меня есть классные железки, и вот благодаря им я буду делать очень хорошую работу, все меня полюбят, и я стану классным звукорежиссером. Оказалось, что это совершенно не так, и никакие железки тебя специалистам не сделают. Особенно это стало ясно проявляться, когда началась маломальски активная уже конкурентная борьба с другими специалистами. И когда я слышал миксы людей, которые сидят у себя дома и в ноутбуке сводят музыку, и думал, что у них же нет классного пульта, дорогих эквалайзеров, хороших мониторов и прочего. Думал, вот часто я на своей большой классной студии сделаю великолепный продукт. И все мои, в общем-то, мечты об этом разбились в прах моментально. И я понял, что мастерство, к сожалению или к счастью, не может прийти к нам посредством каких-то приборов, гаджетов и прочего. И начал учиться. Большую часть жизни я провел в студии, фактически там живя. И около, не знаю, наверное, лет шесть назад меня впервые позвали работать, попробовать себя в качестве концертного звукорежиссера, что для меня всегда казалось каким-то миром толстых длинноволосых ребят, которые матерятся и не думают о музыке. Вот оказалось, что это совершенно не так. Оказалось, что мир концертной звукорежиссуры совершенно другой, интересный и способный по-своему научить и студийного звукорежиссера тому, как работать, тому, как воспринимать музыку. Наверняка для многих из вас концерт начинается с того момента, как вы заходите в зал. Вы купили билет, зашли в зал, набивается партер, садятся люди, начинается концерт. Для практически любого концертного звукорежиссера концерт начинается примерно за месяц-полтора до даты самого концерта. Начинается он с довольно занудной части согласования технических райдеров и согласования всех технических деталей выступления. Все знают, что такое технический райдер? Ну да, технический райдер — это базовые технические требования артиста, которые необходимо выполнить площадке для того, чтобы концерт произошел. И обычно за месяц-полтора до начала концерта представители, принимающие стороны площадки, высылают звукорежиссерам так называемый оффер, то есть предложение по той технике, которую звукорежиссер может обеспечить. Звукорежиссер, бессонной ночью попав домой, просматривает эти офферы. И, как ни странно, это похоже на такой игру-лабиринт из 90-х под доз, потому что чаще всего где-то в самых неожиданных местах спрятана какая-то коварная деталь. И несмотря на то, что в райдерах может быть красным большим шрифтом написано «Ни в коем случае не барабаны бренда А, только барабаны бренда Б», вполне может случиться письмо или звонок с текстом таким «Здравствуйте, Илья», это Новосибирск, 25 января. Скажите, а вот у вас в райдере написано «Ни в коем случае не А». Вы знаете, но у нас вот есть А, а почему бы вы бы и не на А? Приходится отвечать на массу вопросов, разъяснять. Иногда даже это приводит к каким-то небольшим конфликтным ситуациям, но в целом процесс, в общем, такой, не самая интересная часть нашей работы. Но, тем не менее, концерт начинается с этого, с того, насколько ты можешь проконтролировать и предусмотреть все возможные технические проблемы, учесть, на каком оборудовании предстоит работать, и уже до непосредственного прибытия в город или на площадку предусмотреть все возможные, все потенциальные проблемы. Затем, после того, как все согласовано, иногда это происходит в одно письмо, иногда это происходит в 10 писем, проходит время, и группа попадает на площадку, в концертный зал, в клуб, в арену, куда, в общем, куда бог пошлет. Там тоже часто могут ждать сюрпризы. И, ну, тем из вас, кто занимается концертной практикой или планирует ей заниматься, я настоятельно рекомендую не использовать телефонные переговоры для согласования технических моментов, потому что в телефонный переговор ты никогда не ткнешь человека носом, в том случае, если он не выполнил какой-то из пунктов твоего райдера. А переписка в этом плане, конечно, удобнее. И приезжая на площадку, если ты видишь, что что-то не выполнено, ты всегда можешь показать письмо и сказать, я прошу прощения, но мы договоримся о другом. В 99% случаев нормальному концерту предшествует саундчек. Наверняка многие знают, что такое саундчек. Не всегда он случается, и не всегда он успевается, потому что бывают задержки самолетов, бывают инотехнические сбои и так далее. Для тех, кто не в курсе, саундчек — это процедура настройки звука, отстройки звучания группы на конкретной площадке. Зачастую случается так, что саундчек может занимать больше времени, чем концерт. И удивляться этому совершенно не стоит. То есть, если вы думали, что группа приехала, раз, вышла на сцену, ударила, и все, это, к сожалению, не так. Хотелось бы, чтобы это было так, и в больших высокобюджетных продакшн-ситуациях это иногда так бывает. В том случае, если группа путешествует со своим оборудованием, своими инструментами, так называемым бэклайном и прочим. Но чаще всего, так как особенно в России, где концертные залы — это не самая сильная сторона шоу-бизнеса, так случается, что на саундчек для того, чтобы добиться маломальски допустимого для нашего сердечка звука, приходится побороться. Иногда на это уходит большое количество времени. Нельзя сказать, что звукорежиссер — это главный человек на концерте. Это нелепо. Главные люди всегда стоят на сцене. Но совершенно удивительно бывает ощутить, как совершенно незаметное и небольшое изменение в нашей работе, в том, что мы делаем, может влиять на людей. Особенно сильно это ставит волосы дыбом, когда речь идет о пяти или десяти тысячах людей. Когда ты видишь, что ты добавил немножечко перегруженные бас-гитары, и вдруг люди из стоячей массы превратились в прыгающую какую-то агонию. Это совершенно прекрасное чувство, которое только лишь показывает, что звукорежиссер может улучшить то, как люди воспринимают музыку, или же своими кривыми ручонками ухудшить то, как зрители будут воспринимать артиста. В моей практике бывало и такое, и другое. Никогда не бывает идеального концерта, никогда не бывает идеальной записи. Всегда что-то хочется сделать лучше. Но и в студийной, и в концертной практике всегда есть определенные ограничения, которые мешают нам добиться идеального результата. Ну и судить об идеальности результата тоже сложно, потому что особенно в студийной звукорежиссуре принято считать, что, ну такое есть расхожее мнение, что идеальное звучание — это звучание, в котором все слышно, все чисто, все прозрачно и детально. Но мы с вами знаем миллионы примеров, когда, ну, например, для гранж-музыки идеальное, выверенное, чистое, аккуратное звучание — это просто недопустимый, недопустимый вариант. Существует масса направлений в музыке, и даже не только направлений жанровых, но и направлений эмоциональных, где выверенная тонкая звукорежиссура намного, ну, в общем, может все испортить и помешать таким, ну, помешать получению правильных эмоций слушателям от музыки. Потому что самое главное в музыке, как ни странно, это не то, как она звучит. Ну, я не думаю, что кто-то из вас когда-нибудь плакал, там, или радовался, или у кого-то вставали волосы на руках от того, как звучит малый барабан, или как звучит бас-гитара, да. Мы слушаем музыку как какой-то поток энергии, как набор эмоций. Музыка способна делать очень сильные вещи с человеком, и это круто, но это никогда не происходит из-за того, что у вас есть хороший ламповый эквалайзер, или там вы вырезали ненужную частоту. Это происходит от того, что делает артист на сцене, в первую очередь, или на студии. Тем не менее, звукорежиссер способен, как я уже говорил, улучшить или ухудшить то, как музыка воспринимается слушателем. Чем принципиально отличается студийная звукорежиссура от концертной. Я буду постоянно переключаться, не обижайтесь, пожалуйста. Многие считают, что мир студийной звукорежиссуры и мир концертной звукорежиссуры – это два совершенно отдельных мира. И, в общем-то, это до недавнего времени было действительно так на 100%, сейчас это, наверное, так на 70%, потому что эти миры постепенно начинают пересекаться с приходом цифровых технологий, с приходом новых технических возможностей. тем не менее, самое главное отличие студийной звукорежиссуры от концертной состоит в том, что в студии ты можешь сделать микс, микс – это сведение музыки, сделать микс, выйти, выпить кофе, подумать, поехать домой, поспать, поставить жене, кошке, потом утром приехать на студию со своими заметками, сделать какие-то поправки, потом послушать еще раз, отправить клиенту, и там на микс может уйти несколько дней, иногда несколько недель. И все это происходит в довольно спокойном режиме, если нет никакого обрала. На концерте у тебя есть, ну, там, 15-20 секунд на принятие решения, 15-20 секунд на осознание проблемы, 15-20 секунд на поиск ее источника и 15-20 секунд на то, чтобы проблему решить. Ты не можешь во время концерта выключить, не знаю, выключить бэк-вокалиста, потом включить, выключить гитариста, включить, послушать, как звучат барабаны. Это невозможно, потому что на сцене стоят люди, и в зале стоят люди, которые хотят людей на сцене слышать. Конечно, саундчек дает возможность подготовиться, но все равно все решения во время концерта необходимо принимать намного быстрее и оперативнее. Это для меня было, в первую очередь, самым сложным моментом в перестроении, то, что у меня отобрали мое самое главное – печеньку, кофе и время на принятие решения. На концерте этого, к сожалению, нет. Так вот, вместе группа заезжает на площадку, чаще всего привозя с собой какое-то количество оборудования, которое группа возит с собой. Обычно это инструменты, группы по продвинуте иногда возят с собой какую-то часть из концертного или студийного оборудования, предусилители, микшеры, систему ушного мониторинга беспроводного и прочее. И кроме шуток, компьютеры, айпады и прочее. Как только техники устанавливают все оборудование и инструменты по так называемому стейдж-плану, стейдж-план – это план сцены, как нетрудно догадаться, который содержит в себе информацию о том, на каких местах находится какой музыкант, какой инструмент, кому нужна одна розетка, кому нужны две розетки, кому нужен стул, кому нужен вентилятор и прочее. Как только техники в соответствии со стейдж-планом выставляют сцену, производится проверка, так называемый line-чек, проверка прохождения сигналов каждого микрофона, каждого инструмента на пульты. Помимо звукорежиссера, который стоит в зале, есть еще второй звукорежиссер, который стоит на сцене. Это две довольно смежные профессии, естественно, потому что и тот, и тот стоят за пультами, и тот, и тот делает звук. Отличие только одно – звукорежиссер в зале, так называемый фох, в русском сленге фох, от английского front of house, перед домом. Это инженер, который делает звук для зрителей, на котором лежит вся ответственность на то, что вы не услышали слова, что вам стало неприятно громко в первом ряду и так далее, или вы не слышали что-то в первом ряду, или вы не слышали что-то на балконе и так далее. А звукорежиссера сцены, так называемого мониторного инженера, видят далеко не все. Чаще всего это невысокое существо в черном балахоне, у которого немножко другой спектр задач. Задача мониторного звукоинженера – это создание комфортного баланса инструментов для музыкантов на сцене. Как ни странно, и мне, в общем-то, нелогично бы так говорить, я бы должен был сказать, что самый важный человек – это тот, кто стоит в зале и делает звук. Но, возможно, ответственность мониторного инженера даже выше, чем ответственность звукорежиссера зала, чем ответственность фох-инженера. Поскольку от того, насколько комфортными являются условия для музыкантов, очень сильно зависит качество перформанса, качество концерта. И особенно это сказывается по части энергетики. Потому что бывают концерты, когда ты сам прыгаешь и танцуешь за консолью, и это естественно. А бывают концерты, когда ты стоишь и тебе скучновато. И часто это связано не с тем, что музыканты такие плохие люди или не умеют играть, а часто им просто некомфортно на сцене, и им приходится бороться с какими-то техническими ограничениями. Вокалист не слышит себя, барабанщик не слышит метроном. Вся эта ответственность лежит на мониторном инженере. Это человек, который стоит сбоку сцены. В следующий раз, когда пойдете на концерт, можете присмотреться. За отдельным пультом. И в его задачи входит формирование звучания для каждого музыканта. У музыкантов на сцене бывают различные системы мониторинга. Мониторинг — это звук для музыкантов. Классический сценарий — это использование так называемых напольных мониторов. Это такие большие черные коробки, которые стоят на полу, из которых играет музыка. А сейчас большая часть музыкантов переходит на так называемый ушной мониторинг. Это беспроводные системы мониторинга с таким же бодипеком и наушниками. Иногда неподготовленные люди из зала пишут вконтакте в комментариях, типа, а какого черта у вас барабанщик сидит и музыку слушает в наушниках? Если вдруг вы увидели на сцене музыканта в наушниках, это не значит, что он слушает музыку. Ну, то есть он слушает музыку, но, скорее всего, все-таки свою. В чем принципиальное отличие? Я не буду вдаваться в детали и углубляться сильно в этот вопрос, но в чем принципиальное отличие между ушным мониторингом для музыкантов и напольным? Чем больше в коллективе музыкантов, тем больше напольных мониторов необходимо, потому что вокалисту нужно слышать себя в отдельном балансе, громче, чем остальных, слышать гармонические инструменты, чтобы хорошо строить, и немного слышать барабанов, чтобы, ну, к примеру, чтобы воспринимать ритм. Гитаристу нужно слышать побольше себя в своих мониторах, басисту побольше себя в своих, барабанщику нужен вагон мониторов, чтобы у него все валило, как на концерте. В итоге все это возможно, но как только большое количество музыкантов на сцене начинает работать с напольным мониторингом, уровень громкости сцены вырастает в разы. Соответственно, звук со сцены становится слышен в зале, и звукорежиссеру зала становится намного сложнее контролировать и управлять тем, что происходит в зале на концерте, поскольку звук теперь формируется не только у него на кончиках пальцев, но и из того, как звук с зального пульта взаимодействует со звуком, который валит со сцены так или иначе. В случае с мониторными ушными системами все немножко по-другому, потому что каждый музыкант слышит себя в своих наушничках. Для этого делаются специальные так называемые молды. Это заливные наушники, сделанные по слепкам ушей музыканта, ну, человека, музыканты тоже люди, как ни странно, которые обеспечивают максимальную изоляцию от внешнего мира. Тут есть несколько печальных аспектов, потому что, а, музыканты сильно изолированы, им чаще всего при использовании ушных мониторов подмешивают в баланс небольшое количество так называемых эмбинс микрофонов, микрофонов, которые снимают звук аудитории, сцены, зала, аплодисментов и прочего, чтобы они не чувствовали себя такими одинокими. Существуют также наушники, в которых есть встроенные так называемые бинауральные микрофоны прямо внутри наушников, которые передают часть звука по желанию музыканта ему в уши, чтобы он, опять же, не чувствовал себя таким одиноким. Как только музыканты приходят к использованию ушных мониторов, ситуация с громкостью на сцене сразу уходит. На сцене полная тишина. Если во время саундчека выключить звук в зале у группы, которая работает в ушных мониторах, это очень нелепо, потому что стоит пять человек, рубится в полной тишине, и один барабанщик звучит. Довольно комично бывает. К сожалению, нет видео, чтобы вам показать. Чаще всего саундчек происходит, как я вам уже говорил, не быстро. Это занимает не 20 минут и не 30. Как только все сигналы с индивидуальных микрофонов попадают на мониторные и зальные пульты, звукорежиссеры начинают в ужасе пытаться побороть акустику зала, которая зачастую не идеальна. Но если многие думают, что саундчек начинается сразу же с игры музыкантов, то это не всегда так. 99% звукорежиссеров у себя в плейлисте или раньше на компакт-диске. А? Белый шум и розовый шум — это такая классическая техника, но я этим не пользуюсь. Для меня это так же, как если бы я сейчас нарисовал бы вам красивые презентации, листал бы слайды, взял бы указку. Вот для меня розовый шум — это из той же части. Да, но это имеет смысл. Вот в чем нюанс. Существует третья специальность. Это не совсем звукорежиссер. Она называется системный инженер. Это инженер, который отстраивает звучание портальной системы, так называемой. Портальная система — это основная акустика, из которой все звучит в зале. Системный инженер — это человек, который глубоко разбирается в физике, математике, электротехнике и всех нюансах, связанных с акустикой помещений и в используемых им системах, который делает так, чтобы портальная система обеспечивала максимально ровное покрытие по всему залу. Что обычно у нас за спиной обсуждают музыканты. Они говорят, ну вот я был на концерте, но я походил, как бы в центре звучало неплохо, но типа справа в портере было маловато баса, а слева типа не очень хорошо слышно гитару и так далее. Часто такие вещи иногда не получается решить звукорежиссерскими методами. И это зачастую зависит от сугубо физических моментов, например, каким образом развешана портальная система, каким образом установлены все элементы в зале. Буквально недавно мы были у вас в гостях 16 числа. И я уж не буду называть название большого фестиваля известной социальной сети, но ситуация с портальной системой была такая, что в точке, где находился я, в звукорежиссерской конуре, звук был в два раза громче, чем в зале, там, где стоят люди, что практически парализует. То есть, ну, ни один звукорежиссер не может работать, доставляя себе боль. Мы, конечно, не хотим, чтобы слушателям было больно, но если больно нам, тут уже мы не можем делать громче. И, а так как звукорежиссер это очень, ну, довольно субъективное мастерство, и мы всегда делаем все на слух, делаем так, как кажется нам, то когда нам больно, мы делаем потише. Но что делать, если в этом случае в зале становится совсем тихо, и людям становится грустно? Ну, приходится немножко доставить боль о себе. Вот. Вот к чему я об этом говорю. Розовый шум. Розовый шум — это чаще удел системных инженеров. Большинство звукорежиссеров, заходя на площадку, имеет у себя в наборе какое-то количество референсных своих записей, по которым, зная звучание которых, мы отстраиваем звучание зала. Почему не один трек, который я знаю хорошо? Потому что намного легче понять, что происходит с акустикой зала, когда ты вдруг начинаешь в каждом треке, который ты хорошо знаешь, слышать одну и ту же проблему. Если я ставлю там одну песню и понимаю, что в зале что-то делают Я могу предположить, что на самом деле Возможно, я не так хорош и нехорошо знаю эту песню И там действительно есть это бу Но если в пяти композициях Совершенно разной музыки Вдруг появляется одна и та же проблемная область Это говорит мне, сообщает мне о том Что в зале присутствует Акустическая проблема С которой мне нужно либо попросить Системного инженера справиться Либо у себя своими средствами Которых я вам чуть-чуть попозже расскажу А попытаться скорректировать эту проблему Еще один забавный нюанс Который, наверное, не всем интересен Даже интересен скорее тем, кто не разбирается вообще в этом Состоит в том, что концертная звуковая система В большинстве случаев не является только парой колонок Часто это так называемый линейный массив Который собран из большого количества элементов Видели, такие колбаски висят слева и справа от сцены Это называется, ну, чаще всего называется Мейны, PA Паблик адрес систем Но помимо основной системы Для обеспечения ровного покрытия Ровного звучания в зале Используется то, что на сленге люди называют добивками Более интеллектуальные люди называют их по категориям In-fill, out-fill, front-fill От английского fill заполнение И там in, out и front Определяющего зоны этого заполнения Это дополнительные небольшие элементы акустических систем Которые устанавливаются в первую очередь К примеру, на фронте сцены Для того, чтобы люди в первых рядах, которые не попадают в зону поражения портальной системы основной Слышали разборчиво все, что происходит в миксе Зачастую при работе на больших площадках устанавливаются также out-fill Которые работают на боковые трибуны или боковые места Которые также не попадают в зону поражения основной портальной системы Иногда в больших залах устанавливаются так называемые дилеи Вообще дилей это задержка Но в портальной теории, в которой я очень плохо разбираюсь Дилеями называют дополнительные элементы акустики Которые установлены в дальних зонах зала, например, под балконами Или небеса не хотят этой лекции Или в каких-то отдаленных участках зала Участках зала, где докуда не добивает основная портальная система Почему же их называют дилеями? Их называют дилеями из-за того, что Ну, все же наверняка в детстве были в шоке Когда сверкала молния, а гром от нее долетал спустя время Нет, никто не был в шоке Я был в шоке А из-за чего это происходит? Из-за того, что скорость света намного выше, чем скорость звука Звук распространяется довольно медленно И самое обидное, что все, что мы настраиваем на саундчеке Начинает плавно меняться, как только люди заходят в зал Температура воздуха повышается Влажность повышается Скорость звука уменьшается И у звукорежиссеров есть такой Особенно у техников проката Есть такой мерзковатый термин Ну, сейчас мясо зайдет, все изменится Говорят они Ласково называя мясом тех людей Которые приносят им, значит, деньги, счастье и успех Так вот, из-за того, что звук распространяется с определенной скоростью Если мы просто установим в дальней зоне зала дополнительную колонку То она будет постоянно двоить с основной портальной системой И при помощи дилеев, так называемых дилеев, задержек Или, как в Советском Союзе это называли, линия цифровой задержки Сигнал, который поступает на эти дополнительные элементы системы Задерживают таким образом, чтобы он совпадал по времени с звуком Который доходит до этой точки от основной портальной системы И это тоже входит на самом деле в компетенцию системных инженеров Окей, время показать картинку У меня нет слайдов, я ненавижу слайды, простите Но время показать картинку Было бы странно, если бы я об этом не упомянул Но в этом нет никакой подоплеки Я не специально использую технику Apple Потому что мы с вами в ресторе Просто так устроен мир, что на этих устройствах Эти устройства наиболее надежны И на них наиболее комфортно делать то, что я делаю Во время отстройки зала мы часто используем iPad Сейчас покажу как Ну все слышали такие слова, как цифра и аналог Все еще рассуждают, музыканты всегда Вот аналог круто, цифра плохо Это не совсем так Но до недавнего Ну как недавнего В последние 20 лет концертный мир плавно Да и студийный плавно переходит на использование цифровых консолей Что такое консоль? Консоль это микшер Пульт, микшерный пульт, микшерский пульт, доска В общем терминов масса Это пульт, за которым работает звукорежиссер Это наш основной инструмент И как ни странно, несмотря на то, что выглядит он Куском чего-то очень технологичного и безжизненного На самом деле это что-то вроде арфы для звукорежиссеров То есть очень много опций и очень много красоты можно сделать Но если ты не умеешь, арфы тебе как бы ничего не даст Так вот, в последние 20 лет в мир звукорежиссера плотно вошли цифровые пульты Цифровые консоли, так называемые Помимо массы приятных свойств Вроде того, что любые настройки цифровых пультов можно сохранить Не нужно ничего зарисовывать и фотографировать Благодаря цифровому консолю мы можем приехать в другой город Вставить флешку с сохраненным шоу И у нас откроется все, что мы делали в прошлом городе Мы немножко это скорректируем и поедем в следующий город После провального концерта Шутка Многие говорят, что цифровые пульты звучат не так тепло, округло, красиво, мощно, как аналоговые Это в чем-то это правдиво В чем-то это скорее связано с тем, что аналоговые пульты Как любое аналоговое оборудование В силу своих несовершенств Добавляет Ну, немного искажает звук Не передает его в том Как бы холодном изначальном виде В котором он существует, грубо говоря В кабеле из микрофона Или из инструмента А немного насыщает его искажениями Которые со временем Стали частью полюбившегося людям звучания Тем не менее, несмотря на то, что диспуты постоянно ведутся И одни говорят, что аналог плохо, цифра хорошо Другие говорят, что цифра хорошо, аналог плохо И у того и у того есть свои плюсы И то и то это инструменты, которыми звукорежиссеры во всем мире пользуются И сказать, что это плохо, это хорошо, нельзя Но у цифровых пультов есть одно очень важное преимущество Все цифровые пульты позволяют Ну, большинство цифровых пультов позволяет так или иначе Удаленно контролировать то, что на них происходит То есть для того, чтобы В мире аналоговых пультов приходилось делать так Мы стоим на саундчеке, настраиваем звук, как нам вроде бы нравится Потом идем в портер Говорим, пацаны, играйте Не останавливайтесь Я слушаю в портере Потом лезем на балкон Потом лезем под балкон Потом лезем в VIP Везде слушаем, пытаемся запомнить ощущения Возвращаемся на наш прекрасный большой аналоговый пульт И пытаемся каким-то образом скорректировать ситуацию так, чтобы Исправить все те проблемы, которые мы услышали во время нашего променада по залу В случае с цифровыми пультами Для большинства цифровых пультов Производители пишут так называемые ремоут-приложения Которые позволяют тебе просто выйти в зал Подключив Wi-Fi роутер к пульту И свой iPad к Wi-Fi роутеру Выйти в зал и контролировать практически все функции Которые доступны в пульте Удаленно с экрана твоего iPad Это вообще было, конечно, переворотом Ну, конечно, многие смеются и говорят, что вот Ну да, вам не нравится аналог Нет, типа, нет рулилки от iPad Но на самом деле это очень важный элемент работы Потому что если мы хотим обеспечить ровное звучание везде в зале Нет другого пути, кроме как пойти своими ушами послушать, что там происходит У меня были такие моменты, когда я стоял и думал Ну, типа, здесь, где я, все классно Типа, я молодец Не важно, что там происходит у них Вот я за это не отвечаю Потом я понял, что я дурак и так делать нельзя Потому что концерт в первую очередь происходит для людей И иначе, как пойдя туда, где стоят люди и послушав Нельзя быть уверенным в том, что будет звучать в зрительном зале Так вот, для iPad у разных пультов есть свои приложения Я вам покажу на примере приложение от консоли Yamaha Просто, чтобы вы имели представление о том, как это выглядит Если кто-то увидит, я могу показать это и вот тут Здесь даже будет интереснее Так как у нас сейчас нет в зале пульта и было бы странно его ставить Я вам покажу это в режиме оффлайн-демо Грубо говоря, у себя в руках мы имеем мощный цифровой микшер, который может стоять даже в крайнем случае где-то в неудобных для нас зонах А мы сами можем вместе с iPad выйти, сесть в центре портера или встать и послушать И имеем у себя на руках опции контролирования баланса инструментов друг с другом Более того, как мы знаем, эти милые планшетики имеют мультитач-экраны Поэтому мы можем использовать наши руки для того, для чего они созданы изначально Соответственно, мы можем переключаться между каналами Управлять эффектами, использовать частотную коррекцию Что такое частотная коррекция? Все слышали слово эквалайзер Многие люди считают, что эквалайзер это такая штучка, которая дергается в iPod Это не совсем так Эквалайзер это прибор, созданный для коррекции АЧХ Амплитудно-частотные характеристики сигнала В народе больше басов, больше верхов Знаете, вот это В профессиональной среде эквалайзеры делятся на много разных подтипов Но чаще всего канальные эквалайзеры это так называемые параметрические эквалайзеры Которые позволяют нам подчеркнуть ту или иную область частот Например, в зале очень гудит 100 Гц Мы добавляем сильно усиливаемую эту частоту Находим ее И узкой полоской вырезаем на конкретном инструменте или в зале На портальной системе Для самых математичных людей здесь даже есть анализатор спектра Который может вам, если вам лень тренировать ваши уши и учиться слышать ноты и частоты То можно пойти путем королей И воспользоваться анализатором, который покажет, что у вас есть Гу-у-у-у или ка-а-а-а, неважно. Таким образом, с айпедом я могу выйти в любую часть зала, послушать, выйти в первый ряд и понять, не будет ли самых преданных слушателей убивать звуком. Сделать так, чтобы мне было комфортно. Выйти на балкон и послушать, что будут слышать люди на балконе. Скорректировать. Скорректировать задержку между дополнительными системами. И основной системой, и так далее. Если звукорежиссер зала, еще попав в хороший зал, стоя в хорошей точке, может сделать хороший звук, то для мониторного инженера ремоут-контрол это необыкновенно полезная функция, потому что ты можешь подойти к любому музыканту и послушать, что происходит у него в мониторной системе. А еще одна важная часть работы мониторного инженера, о которой я забыл сказать, это то, что от мониторного инженера требуется постоянный визуальный контакт с музыкантами. Человек должен уметь по микрожесту понять, что там, значит, типа добавь баса или добавь бочки, или, типа, убавь вокала и так далее. А все это ложится на плечи несчастого мониторного инженера, которому иногда нужно смотреть параллельно на 8 человек. В некоторых проектах, особо популярных и обладающих большим бюджетом, бывает даже два мониторных инженера. Например, один мониторный инженер делает миксы для барабанщика и басиста, и гитариста, а другой делает для второго гитариста и лид-вокалиста. Или бывает, что для артиста, для лид-вокалиста микс делает отдельный мониторный инженер. Естественно, это дополнительный бюджет, дополнительный пульт, дополнительные сложности для всех. Но некоторые проекты могут себе такое позволить. Больше того, некоторые консоли выпускают приложения для айфонов. Они обычно называются милыми названиями, типа MyMix, MixMe и прочее. Суть в том, что на это приложение можно накидать артисту самые необходимые и важные для него элементы микса. Например, вокалисту, вокал, барабаны и его клавишный инструмент. Мы этим не пользуемся, но многие мои коллеги пользуются. И установив айфон у себя на стойке, он может аккуратненько добавить себе вокала в любой момент. Или сделать себя потише. Таким образом, с одной стороны, это помогает музыкантам чувствовать себя более комфортно, иметь более разнообразные опции. С другой стороны, не все музыканты способны сделать себе хороший баланс. Иногда, предоставляя музыканту возможность сформировать себе баланс самому, можно просто погубить все, потому что ты подходишь к человеку, он говорит, «Господи, у меня все трещит, все гудит, все ужасно, типа, что ты сделал, ты козел». Ты подходишь, слушаешь, понимаешь, что он просто взял и добавил все. Не может быть одновременно всего много. В жизни так устроено, что для каждого нового элемента, будь это микс, образование или любовь, всегда нужно освобождать какое-то место. Так же и в музыке. Поэтому иногда бывает достаточно, чтобы вокалист услышал себя, просто сделать все потише и добавить вокал. Тем не менее, для опытных музыкантов это полезная, хорошая опция. Раз в нашем прекрасном списке была история про использование айпэда, и я уже начал про это рассказывать, то есть еще несколько важных свойств, правда, скорее относящихся к музыкантам. Это самая лучшая нотная тетрадка в мире. Мы используем… В Termites у Антона стоит два айпэда, потому что, как правило, у него есть точка, где он поет за одной клавишей, и точка, где он поет за второй клавишей. Там содержатся все тексты песен, заметки, комментарии и прочее. Антон, прости. Там не Facebook. Это, грубо говоря, телесуфлер. Только если раньше, обманывая зрителей, артисты устанавливали под видом напольного монитора большой экран, на который шли тексты песен, когда артисты не помнят тексты своих песен, то сейчас это можно сделать с айпэдом, никого не обманывая, и все будут знать, что ты читаешь тексты своей песни. Ну, на самом деле, невозможно помнить сотни песен. Это нормальная совершенно история. Не стоит обижаться на музыкантов, если они подсматривают иногда в тетрадку. Также не стоит обижаться на лекторов, если они иногда смотрят в телефон. Вернемся обратно к нашему саундчеку. После того, как в хорошем случае удалось побороть все трудности зала и обойти проблемы, к сожалению, часто это вовлекает в себя конфликтные ситуации с представителем так называемых прокатных компаний. Прокатные компании — это люди, которые привозят то оборудование, которое группа заказывает в своем райдере. Бывают они хорошие, бывают они не очень добросовестные и хорошие. И иногда для того, чтобы прокатная компания начала шевелиться, ее нужно немножечко попросить. Иногда вежливо, иногда не очень. К сожалению, часто проблема со звучанием в зале может быть связана не с тем, какие ручки эквалайзера мы крутим или какие частоты нам нравятся или в зале гудят. Часто это может быть связано с сугубо физическими причинами. Например, люди при установке в маленьком зале портальной системы немножко не довернули угол порталов, чтобы они покрывали центр танцпола. Они развернуты, к примеру, слишком широко. И, грубо говоря, там, где стоит звукорежиссер, это очень частая ошибка. Там, где стоит звукорежиссер, все слышится классно. И системный инженер, который в этой же точке отстраивал систему, но не удосужился подойти к сцене поближе и послушать, решил, что все классно. А люди в первых рядах могут просто стоять в полной тишине. Конечно, это компенсируется тем, что ты видишь артиста вблизи, но все-таки хотелось бы слышать, о чем он поет. И в первую очередь для тех из вас, кто этим занимается, я бы рекомендовал посмотреть на физические проблемы, на то, как установлена система. Дальше, если система установлена корректно, и эта проблема решается всеми волшебными ручками, да, можно что-то покрутить, постараться исправить проблему. Дальше, когда зал приходит в более-менее адекватное состояние, и мы слышим ту музыку, которую мы знаем так, как мы ее знаем, на сцену вызываются музыканты. Но не всем скопом сразу, потому что если позвать их всех, они будут грустить, обижаться и говорить, ну зачем, я бы мог типа еще поспать, а вы меня позвали, а сами настраивайте барабаны. Поэтому чаще всего это происходит в определенной последовательности. Сначала на сцену приходит барабанщик, начинает нежно стучать бочку, потом играет на всех барабанах, мы отстраиваем звук каждого барабана в отдельности. Но есть важный нюанс. Опять же, для тех, кто более приближен к этой работе, и кому с этим придется сталкиваться, есть очень важная деталь. Можно отстроить очень хороший звук барабанов, но потом, когда потихоньку начнет добавляться все остальное, этот звук может превратиться в пыль. Поэтому многие опытные люди рекомендуют при настройке инструментов держать в открытом состоянии все вокальные микрофоны, как минимум. Вокальные микрофоны, которые стоят на сцене, в которой люди будут петь. Это помогает собирать звук таким, каким он будет, когда вы откроете вокалистов в зал. Проблема в том, что, помимо того, что любой зал обладает своей акустикой, чаще всего любая сцена тоже обладает своей акустикой. И бывает так, что, к примеру, на небольших сценах может быть стекло, или сзади может быть экран, который сильно отражает высокие частоты, и весь шум от тарелок и барабанщика летит в вокальные микрофоны. И мы можем сколько угодно красиво отстраивать звук барабанов, но как только мы включим вокалы, ситуация радикально изменится. Понятно, что невозможно просто открыть микрофоны, как они есть, без эквализации, но чаще всего на цифровых пультах у нас уже есть какая-то предварительная, примерная настройка звучания каждого вокалиста, и мы можем использовать ее как стартовую точку при настройке барабанов. Часто проблему с проникновением шума от барабанов в вокальные микрофоны удается решить за счет установки так называемого плексигласса. В народе его называют аквариум. Это такое стекло, которое стоит перед барабанщиком и изолирует его от внешнего мира, чтобы он никому не навредил. Суть в том, что в таком случае все громкие шумные звуки от тарелок, которые в народе называют железо, летят, не так сильно попадают во все остальные микрофоны, которые установлены на сцене, и таким образом обеспечивают более чистое звучание у вокальных микрофонов. Дальше, как только с барабанами покончено, призывается дух бас-гитариста. Это человек, от которого зависит мощь, грув и танцы вместе с барабанщиком. И они вместе шалят, играют классную рок-музыку. Мы настраиваем, как бас слушается вместе с барабанами. Затем вызывается гитарист. Гитарист какое-то время может походить, понастраивать свои комбики. Они обычно такие довольно неторопливые. Ну и дальше уже вызываются все оставшиеся, и звукорежиссер вежливо просит группу поиграть вместе разные композиции. Почему важно поиграть разные? Потому что если в студии, работая с миксом, со сведением альбома, мы можем экспериментировать со звучанием для одной песни, для другой, третьей, то в концертных, особенно в фестивальных ситуациях такой возможности нет. И нам нужно создать какое-то усредненное звучание, которое позволит группе хорошо прозвучать. Поэтому если бы мы отстраивали звук на одной композиции, то, наверное, одна этой композиции звучала бы хорошо, а все остальные звучали бы хуже. Во время саундчека, особенно при работе в маленьких залах и при работе с напольными мониторами, часто возникает такая проблема, которую мы называем фидбэк, а зрители обычно называют свистит. Че свистит? И почему свистит? Свистит чаще всего из-за того, что сигнал из микрофона попадает через напольный монитор или через портальную систему, если он очень громко выведен обратно в микрофон, из микрофона обратно в систему, это превращается в такую петлю, фидбэк-клуб, и таким образом возникает то, что называется заводка. Ну, у нас, на нашем языке это называется фидбэк. Это может происходить на разных частотах и зависеть от, ну, знаете, иногда громко и высоко свистит, иногда гудит, иногда где-то в середине свистит, неважно. Но чаще всего ругать после концерта и лишать части зарплаты за это будут мониторного звукорежиссера, а не концертного, не зального, что приятно. Тем не менее, а каким образом мы избегаем этих проблем? Бывают артисты, которые любят слышать себя очень громко. И таких артистов много. В одном из случаев в моей практике ситуация строилась таким образом, что звук на сцене отстраивался до тех пор, пока... Ну, то есть я подходил с конденсаторным, довольно чувствительным микрофоном к мониторной системе и опускал микрофон, направляя его прямо в монитор. Это ситуация, которая напрямую приводит к безумным фидбэкам, свистам и способна оглушить залы и людей на сцене. А так как у некоторых артистов, ну, типа, в привычку входит потанцевать, опустить микрофон вниз, и не всегда возможно ему объяснить, что его надо держать, ну, хотя бы направляя куда-то туда, а не в монитор, то единственный способ избежать таких сильных фидбэков это направлять микрофон в мониторы и аккуратненько при помощи наших эквализационных опций находить частоты, на которых монитор входит в состояние фидбэка, начинает заводиться, и аккуратненько их вырезать. Многие звукорежиссеры называют термином «просвистеть». Типа, ты просвистел мониторы? Да, я просвистел мониторы. Проблема в том, что тем сложнее отстроить звук на сцене, чем больше музыкантов на сцене стоит. Каждому нужен свой микс, каждому нужен свой звук, и это зачастую занимает большую часть времени. Из трех часов саундчека эти, ну, у нас саундчек занимает три часа по райдеру, у кого-то два, у кого-то сорок минут, у кого-то пять часов. Все бывает по-разному. Но чаще всего это время структурируется таким образом. Большая его часть, там, около двух часов уходит на, ну, около полутора часов уходит на расстановку оборудования, коммутацию, проверку, проверку техниками сцены на надежность, закрепление, там, сценической лентой, тейпом, всего того, что может быть нечаянно задето, выдернуто, и так далее, а развешивание тарелок, барабанов, установку щитов и прочего. А дальше в среднем 15-20, но иногда 30 минут уходит на подстройку звучания группы в зале. Это, в общем-то, самый безобидный элемент. Если у вас уже есть, если мы приехали со своим шоу, у нас знакомый пульт, и на флешке сохранена сцена, то обычно мне требуется просто 20-30 минут на то, чтобы подкорректировать звучание под особенности зала, и еще где-то час времени уходит на мониторный чек и отстройку звука в наушниках, потому что в зависимости от акустики зала и акустики сцены очень сильно меняется то, что музыканты слышат у себя в ушах. И так как комфорт мониторинга имеет, в общем, небывалое влияние на качество исполнения, то этому нужно уделить как можно больше времени. Но, к сожалению, на многих фестивалях, к примеру, нет возможности отстроить, провести трехчасовую чек. Да, полчаса это обычно запасное время на всякий случай. На тот случай, если вдруг произошел форс-мажор, если прокатная компания забыла привезти барабаны или опоздал самолет и так далее. Чаще всего все происходит за два с половиной часа, но лучше иметь полчаса в запасе на то, чтобы на случай форс-мажоров. На саундчеке также звукорежиссером зала проверяются все используемые спецэффекты. Эффекты, ну, кто наверняка многие из вас знают, но есть разные типы эффектов, так называемая реверберация. Реверберация это эффект, который создает иллюзию пространства, иллюзию зала, акустики. дилеи это задержки, которые делают эй, 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 ночами, мячами, мячами, мячами. Вот. Существует масса другого рода эффектов, но чаще всего звукорежиссерами на концертах используются реверберации и дилеи. Я использую программные по той причине, что есть довольно неплохие программные эффекты, а учитывая, я не против, конечно, отечественных авиалиний, но часто грузчики в аэропортах, особенно по севернее и подальше, не очень с большим уважением относятся к звуковому оборудованию. И для того, чтобы иметь рэк концертных эффектов, где, ну, хороший ревербератор, одноканальный, ну, стерео, одна машинный стереоревербератор может стоить 3-4 тысячи долларов. Мне нужно 4 штуки плюс дилеи. Ну, в общем, такой рэк будет стоить около 20 тысяч долларов, если это хороший топ-ноч качество рэк, и где-то какие-то люди будут его бросать с самолета, в общем, долго он не проживет. Поэтому я для себя избрал такой гибридный вариант. Я использую интерфейсы UED Apollo, в которых есть встроенные DSP-процессоры и система, оптимизированная под использование плагинов, ну, все знают, что такие плагины, что такое плагины, мне кажется, и плагинов этой же компании. У меня на консоли по правую руку установлен ноут, который тандерболтом соединяется с внешним интерфейсом. Это удобно. Не нужно подключать миллионы проводов, в отличие от внешнего большого рэка с железным оборудованием. Я имею у себя несколько каналов обработок, которые могу на пульте добавлять в любое время. Почему это интересно? Потому что это превращает... Ну, то есть, есть, конечно, тип звукорежиссеров, которые сформировали звук и типа сел, куришь и слушаешь концерт. Единственная проблема в том, что, как я уже говорил, пульт это тоже инструмент, на котором для кого-то, к сожалению, для кого-то, к счастью, тоже нужно уметь играть. и я стараюсь получать от этого удовольствие, играя на консоли, открывая в нужный момент эффекты, меняя баланс инструментов, создавая звучание, которое будет у меня же вызывать эмоции, которые будут меня пускать в пляс, и я буду получать кайф от того, что происходит. Для кого-то нормальный подход это статичный микс, когда выстроен звук, все на своем месте, и все, человек стоит и не трогает ничего. Все эти эффекты выводятся мне на пульт, и у себя под правой рукой я могу их в любой момент бросить в зал в любом количестве, в общем, добавив экспрессии или загадочности момента. Но есть проблема. В отличие от железных приборов, конечно, было бы классно иметь у себя вот такой большой пленочный дилей, у нас в студии он есть, но возить его с собой это несколько килограмм пленки железа, ручек и прочего, проводов не очень удобно. Но и контролировать стрекпады тоже не лучшая опция. Поэтому на другой стороне пульта подключенный Lightning кабелем у меня F-Seed iPad, для которого мой хороший друг и композитор открыл мне потрясающую программу, которая называется Duet Display. Она позволяет использовать iPad в качестве дополнительного дисплея, в общем-то я могу это и показать, в качестве дополнительного дисплея, но естественно масса таких приложений позволяет нам использовать таким образом iPad, но подключаясь по беспроводной сети мы получаем небольшую задержку в отклике. видали красота какая? Окей. Слава богу в комплекте с этой штукой идет очень длинный Lightning кабель. И таким образом у меня появляется возможность использовать контролировать свои эффекты так же, как я управлял бы железными. Так как я знаю все эти приборы в железном виде, для меня это более привычный путь коммуникации с ними. Но из-за качества матрицы и качества тачскрина мне не приходится думать о том, как попасть в кнопочку, как поставить пальчик. Это происходит интуитивно, так же, как бы происходило с железным прибором. То есть в песне, где мне нужен более длинный атмосферный хвост реверберации, который висит 20 секунд, я просто открываю слайдер, так же, как на железном ларке у этого прибора, который тоже, слава богу, у нас есть железный. Я просто открываю слайдер, у меня на руках готовая длинная реверберация, которая в случае чего способна создать красивый заполняющий эффект. Если мне нужна обычная реверберация с эффектом холла, небольшого, просто для того, чтобы немножечко скрасить вокал в какой-то песне более темповой и быстрой, где длинная реверберация неуместна, я опускаю слайдер, но это все происходит с моментальным откликом. Я понимаю, что все про это давно знают, это все такое обычное, но для меня это такое чудо. То же самое происходит с дилем, который у нас не загружается. Секунду. Вот эта задача, кстати, не из простых. мозг обмануть. Ребят, это мой дилей, я им пользуюсь все время, но если я хочу сделать... Кто из вас играет на гитаре? Мы же любим, да, типа выставить большой фидбэк, чтобы он закрутился, потом менять время задержки, он будет делать всякие смешные даб-эффекты. Без того, чтобы искать курсор, я могу просто моментально завести дилей, менять время задержки и добиваться любых эффектов прямо отсюда. Практически так же, как это происходит с железным прибором, только, ну, например, у этого железного прибора эта ручка, она довольно тугая, неудобная, и ее невозможно синхронизировать с темпом песни. Здесь для каждой песни у меня прописан темп, поэтому мой дилей сразу знает какой темп песни и сразу подстраивается в него. Но если я хочу что-то изменить, я могу это сделать моментально руками. Это довольно удобно. Для этого не необходим iPad Pro, это может быть и обычный iPad, просто на Pro можно удобно разместить всякие красивые штучки. Если у меня на сцене компьютер выполняет функцию процессора эффектов, а также списка заметок и темпов, iPad выполняет функцию рулилки и управления для пульта и управления для эффектов, то на сцене сцена тоже полна разных компьютерных штучек. Основное применение это так называемый playback. Что такое playback? Если вы слышите о том, что музыканты используют playback, это не значит, что надо сразу говорить, ну фу, они фонограммщики. К сожалению, не всегда есть возможность привести на фестиваль с собой симфонический оркестр. или если в группе один гитарист, не всегда возможно одному гитаристу сыграть четыре партии одновременно. А иногда музыка сформирована артистом таким образом, что в ней необходимы партии, которые физически невозможно исполнить составом группы. Для этого существует playback. Это дополнительные записанные заранее в студии партии, которые играют параллельно с группой. дополняя звучание до того, к которому привыкли люди, которые слушают эту музыку. Часто в playback оказываются оркестровые элементы, бэк-вокалы, так называемые дабл-треки. Дабл-треки это вокалы, которые спеты вокалистам еще раз, грубо говоря, несколько раз. Дублирующие дорожки по-русски. Сейчас 90% артистов используют playback на своих мероприятиях, на своих концертах. Это совершенно непорочная история, это нормально и вполне объяснимо. А в нашем случае в качестве для playback могут использовать разные цифровые рабочие станции. Цифровые рабочие станции это то, что редакторы называют в обычном языке. Это Cubase, Pro Tools, Logic, Ableton, Digital Performer, GarageBand все это цифровые рабочие станции. Большинство музыкантов сейчас используют для playback программу Ableton. Мы, как все старперы, мы используем Logic. Что важно? Важно для использования playback иметь компьютер, в котором установлен быстрый SSD-диск. Не столько быстрый, сколько SSD, потому что SSD-диски не подвержены вибрациям, а сцены это место, где вибрации бывают безумными. Зачастую по сцене может уехать какая-нибудь колонка просто от количества низких частот на сцене. Естественно, в более старых компьютерах, где установлены hard-диски, обычные HDD, есть опция, она называется Disable Sudden Motion Sensor, отключить сенсор неожиданных движений, переводя дословно. Что эта функция делает? Если вдруг кто-то работает с плейбэком и у вас сбивается плейбэк и иногда зависает, это может быть связано с жестким диском. В компьютере установлен датчик, который анализирует особо тяжкие вибрации. Если вдруг происходит какая-то сильная встряска, он временно отключает жесткий диск. Из-за этого плейбэк может остановиться. Что такое остановка плейбэка во время концерта? Это группа, которая играет мощным полным звучанием и вдруг половина этого звучания может пропасть. В случае если в плейбэке не так много информации, то группа способна быстро среагировать. Музыканты понимают, что плейбэк пропал, начинают наваливать в два раза больше. Почти никто ничего не услышал, кроме самых въедливых фанатов. Плейбэк из компьютера выходит посредством многоканального интерфейса. Для чего? Многоканальный аудиоинтерфейс это звуковая карта, которая позволяет выдавать не один стереовыход как обычные звуковые карты, а несколько. Для чего это нужно? Вместе с плейбэком синхронно для того, чтобы все шоу происходило и все понимали на каких местах в шоу мы находимся, вместе с плейбэком из компьютера выходит клик. В народе метроном. Точнее метронома в народе клик. Кликов иногда бывает несколько и чаще всего их два. Один клик например для барабанщика который звучит все время. Один клик для басиста которому где-то в больших паузах нужно слышать клик чтобы ориентироваться один клик может быть для вокалиста это уже дает нам пять каналов. У нас обычно два клика это не жульничество это нормально когда нужно синхронизировать электронные элементы в музыке с живыми без этого никак не обойтись конечно можно на первых порах пытаться играть на слух но чаще всего без клика в любом современном продакшене не обходится это первый компьютер это важный компьютер в общем-то который должен быть надежным второй важный компьютер а время показать картинки секунду у меня их мало поэтому я их показываю по чуть-чуть это наш волшебный Борис как можно понять по картинке он барабанщик но он же управляет запуском плейбэка у него рядом стоит компьютер который подключен к интерфейсу с которого все уже забирается в концертные пульты Борис понимает что пора начинать нажимает кнопочку слышит метроном все вступают шоу все счастливы у Бориса есть свой маленький микшер в котором он может подкорректировать баланс того что у него происходит в ушах и в этом плане он конечно прогрессивнее всех фотографии из инстаграма простите друзья но здесь видно как происходит ситуация с эффектом кстати это в Питере 4 дня назад на пульте установлен ipad с которого управляются эффекты дальше это мы с вами видели извините а можно вопрос конечно а эффекты вы заранее договаривались с музыкантом в какое время что включить или по собственному как бы усмотрению это такой довольно терпкий вопрос в основном это происходит на вкус звукоинженера но мы звукоинженеры не всегда идеально музыкально идеально хорошо понимаем музыкальность происходящего и иногда со стороны артиста приходит эффект потому что раньше я считаю что звукорежиссерам 20 лет назад было легче в миллион раз хоть у них не было ремонтов и крутых цифровых эффектов но после того как проходил концерт все уходило в небытие сейчас после того как проходит концерт любой артист я вас уверяю любой открывает инстаграм вводит хэштег и начинает слушать все песни и потом говорит тебе слушай а вот там в этой-то песне после припева ты включил эффект и вот поэтому мне кажется что есть два лагеря звукоинженеров и один лагерь старается поддерживать музыкантов и ну как бы пометой о том что все-таки они делают музыку а не мы делаем музыку бывает так что восприятие музыкантов немножко корявое и они в чем-то не правы но в большинстве случаев артист в состоянии понять как должна звучать его музыка и где должны быть какие-то созданные дополнительные эффектовые как бы события где не должны быть в большинстве случаев у нас в термейтс наши вкусы в этом плане совпадают бывают ситуации когда я перебарщиваю и потом Антон вежливо говорит мне чувак типа не стоит этого делать я внутри очень сильно бешусь хочу его ударить но анализирую ситуацию и понимаю что правильно будет прислушаться к мнению и самое ужасное что потом когда я пробую сделать так как советуют музыканты чаще всего в итоге я сам остаюсь этим доволен больше чем своей собственной работой поэтому да а есть вторая категория звукорежиссеров которые говорят вы не понимаете друзья вы музыканты играйте а я типа король здесь я все знаю к сожалению на мой взгляд такая схема не работает потому что тут важно найти компромисс и найти ну найти звучание которое нравится и тебе и артистам с которым ты работаешь это бывает непросто вот но это совершенно точно возможно такие дела да бывают очень грустные ситуации в общем ты стоишь работаешь тебе страшно перед тобой там 4000 человек и тебе дрожат руки и ты в какой-то момент оглядываешься слыша какой-то шум и вдруг видишь что у тебя за спиной стоит 8 звукорежиссеров типа известных групп такие типа нет ничего хуже поверьте так вот это фотография сделана одним из таких звукорежиссеров которые конечно правда с которым у меня хорошие отношения но фотографии не супер качество потому что звукорежиссеры не фотографы но тут можно видеть когда есть возможность иногда сетап расширяется до такой ситуации и я это люблю потому что я близорукий в этом случае вместе с консолью в связке я использовал 27-дюймовый синий дисплей для управления плагинами ноутбук с трек-листом ну в общем иногда это выглядит вот так кстати человек сзади это световой инженер очень хороший художник по свету немецкий да ну это совсем такие вещи можно себе позволить на сольных концертах когда у тебя есть типа там день на саундчек на проверку ты можешь лениво все поставить подключить сделать удобно конечно это приятно но к сожалению такой космолет с собой не повозишь второй компьютер на сцене второй компьютер на сцене как это ни странно помимо ряда других инструментов у нас в сетапе используется макбук про в качестве клавиши как основной клавишный инструмент на нем запущена программа которая называется main stage в которой можно сделать разные пресеты разные звуки для разных песен удобно переключать их с миди контроллера и в общем-то это довольно стабильный музыкальный инструмент второй мак на сцене это основная основной клавишный инструмент у артиста нашего единственная единственная проблема которая возникает это качество USB соединения иногда незатейливый видеооператор может ногой выдернуть USB кабель и так далее для того чтобы избегать таких ситуаций мы с нашими одними нашими друзьями помешанными на Hi-Fi и High-End технике сделали такой небольшой совместный проект в виде USB интерфейса который помимо как бы в основе это RME Fireface такой довольно типичный звуковой интерфейс который мы попросили модифицировать и совсем чуть-чуть грубо говоря из него вытащили все внутренности установили более качественные компоненты сделали внешний блок питания запаковали все это в толстый стальной корпус сделали USB разъем на резьбе гидроизолированный который ну в смысле на него можно бутылку там вина вылить ничего с ним не будет в общем сделали такой концертный бульдозер из интерфейса известной фирмы можно? да вы сказали 4 холла используют для чего? ну ладно я слухаю сейчас покажу основной холл у меня это имитация классического прибора компании Lexicon это любимый ревербератор если кому-то фамилия Vangelis о чем-то говорит то это один из любимых приборов Vangelis это такой знаковый знаковая реверберация в киномузыке 80-х длинная практически бесконечная заполняющая все она у меня постоянно есть на вокале ее количество я контролирую руками в процессе в процессе работы иногда я могу получить пинка от артиста за слишком большое количество реверберации это может случиться по разным причинам иногда тебя могут толкнуть по руке в общем бывают бывают форс-мажоры но в целом она практически постоянно присутствует просто в разной пропорции естественно в некоторых песнях такая длинная реверберация неуместна потому что она сразу формирует определенную атмосферу которая некоторой музыке не свойственна и в некоторой музыке нужно сухое близкое звучание вокала такой же интимная как обстановка без света в этом помещении но сначала пройдемся тогда по реверберациям вторая реверберация это две опции на выбор либо имитация тоже старинного одного из таких знаковых цифровых ревербераторов компании IMS все знают такое классическое звучание малого барабана и томов из 80-х такое которая быстро закрывается чаще всего это создано такого рода прибором так называемой нелинейной реверберацией в некоторых песнях я использую его для малого барабана томов иногда акустической гитары грубо говоря это короткая короткая комната просто для того чтобы немножечко отлепить инструменты от первого плана немножко создать иллюзию глубины микс иногда для этого я использую вот такой вот плейт это имитация листового ревербератора раньше когда не было цифровых классных эффектов люди как могли экспериментировали для того чтобы получить эффект одним из первых типов реверберации стала так называемая листовая искусственная реверберация за счет чего этого добивались фактически это был огромный лист железа установленный в изолированном деревянном боксе на котором с одной стороны были магнитные датчики как на гитаре а с другой стороны был динамик который передавал звук на этот лист ну если вы когда-нибудь вообще странно если вы когда-нибудь трясли лист железа но если вдруг вы трясли лист железа да то вы могли обратить внимание что у него есть характерное реверберационное такое звучание говорят что раньше в советском кино много использовали листы железа для имитации звука грома листовые ревербераторы стали одним из знаковых элементов звучания их использовали все некоторые студии изготавливали свои и люди шли в студии только из-за того что у них был классный листовой ревербератор который звучал определенным образом а этот плагин имитирует имитирует такой тип реверберации это тоже очень короткая реверберация которая создает такую легкую иллюзию небольшого зала для чего она нужна это не математический мыслительный процесс когда я думаю ага типа сейчас мы возьмем барабан и добавим к ним иллюзию комнаты или нет лучше возьмем типа круглые коридоры или нет лучше возьмем туалет нет короткие реверберации очень важны для того чтобы увеличить субъективное восприятие тембров для того чтобы сделать звук барабанов более крупным часто звука от близких микрофонов недостаточно так как в них содержится очень много атаки очень много ну того что обычно щелчок щелбан и прочего и для того чтобы этот тембр как бы увеличить мы хитрые звукорежиссеры иногда используем короткую реверберацию она может быть даже не слышна как реверберация а восприниматься как часть тембра барабанов или гитары или вокала но часто маленькие реверберации позволяют сделать субъективное ощущение от звука более впечатляющим более крупным затем для гитары периодически есть такой же длинный отдельный реверб для чего это нужно когда выходит гитарист и он типа король и он должен витать на каком-то облаке но если вместе с ним вдруг выйдет вокалист начнет петь то все это смешается в одной реверберации поэтому у меня есть отдельная большая реверберация для вокалиста и отдельная чуть другая для гитары также иногда в эту вторую реверберацию идут клавиши какие-то большие воздушные рояли которые должны повисать в паузах и так далее и рядом с ним обычно сейчас почему-то видимо пока я вам показывал я случайно удалил есть такой же прибор такой же плейт короткий для гитары на некоторых песнях я в процессе просто переключаю либо пресеты консоли либо включая выключая плагины на которых уже стоят готовые настройки еще один важный друг это вот такой ревербератор AKG BX в чернистой истории реверберации был такой момент как так называемая пружинная реверберация большинство из нас особенно тех кто играет на гитаре она знакома по реверберации в гитарных комбиках по нему еще иногда можно стукнуть и услышать это дребезжит пружина в пружинном ревербераторе несмотря на то что чаще всего пружинные ревербераторы это одни из самых дешевых ревербераторов которые где иллюзия реверберации создается из подачи звука на пружину как нетрудно догадаться в мире студийной реверберации также существовали свои короли этой области и один из них это АКГБХ если в виде плагина это удобная штука которая умещается в одну восьмую экрана то в жизни это вот такого размера ящик вот такой высоты такой же деревянный очень красивый похож на советскую стенку весит очень много очень неудобно от него идет длинный провод и такая крутилка ремоут контроль вот несмотря сейчас это все звучит комично но раньше это использовалось много и мне довелось поработать железными приборами этими это потрясающе звучащий юнит и в некоторых песнях я использую его он очень хорошо сымитирован просто переключая плагины друг между другом так нагляднее вот а дальше идут дилеи как основной делая я уже вам показывал я использую хоплекс это имитация да в истории делая тоже было много всяких смешных моментов а если сейчас в делаем почти всегда эффект делая эффект задержки повторов создается посредством цифровой задержки то на как бы на раннем этапе зарождения этой истории как эффекта эффект получался вот таким образом вы наверняка слышали что люди раньше да и сейчас часто используют для записи магнитофоны пленочные а помимо того что это обладает разными приятными звуковыми характеристиками и в общем эстетически очень приятно когда у тебя крутится рулон и двигаются индикаторы большой магнитофон помимо этого любой студии вообще любой пленочный магнитофон устроен таким образом что на нем есть несколько головок записывающая головка которая записывается ну стирающая записывающая и воспроизводящая и между записывающей и воспроизводящей головкой физически есть расстояние потому что их невозможно установить невозможно установить два предмета в пространстве на идентичное расстояние поэтому пленке на то чтобы пройти это расстояние нужно небольшое время если забирать сигнал с двух головок параллельно то мы получаем небольшой так называемый слэп-бэк. Это такой короткий дилей, особенно характерный для рокобили и старых записей. У многих наверняка Elvis может ассоциироваться с таким эффектом. Так вот, это имитация пленочного дилея. В народе tape delay. У меня он используется в двух инстанциях. Одна из них это слэп-бэк, как раз короткий дилей, который дает небольшой отскок, добавляя веселого рокобильного безумства происходящему. И второй дилей это обычный четвертной, ну, дилей, который работает четвертными триолями на самом деле от темпа песни, создавая милый дабовый эффект. Я очень плохой певец и изобразитель эффектов, но это такое мне это нравится, поэтому я его использую. Бывали моменты, когда я сейчас понимаю, что я злоупотреблял немножко с этим, потому что он такой классный, такой дабовый, такой интересный. Но сейчас я стараюсь себя сдерживать, но все равно это, в общем, неотъемлемая часть процесса. единственный дилей, который я использую из консоли, из пульта, почти во всех цифровых пультов есть встроенные модули эффектов. Они бывают неплохими, но добиться таких результатов, как с железными приборами или юадовскими плагинами у меня ни разу не получалось. В какой-то момент я, типа, себя возомнил человеком и подумал, что, ну, ладно, я могу не брать свою крутую коробочку с собой на концерт, тем более, что это какое-то мелкое событие. Я сейчас все, типа, там, в общем, мы не успевали взять еще прибор с собой и я подумал, сейчас я на консоли быстренько накручу, я же классный, сейчас я сделаю классный ревербератор. В общем, я бодался минут 40. Не получается. Вот. То есть результат неплохой и в ситуации, когда нет ничего под рукой, можно спастись и пультовыми эффектами, но внешние эффекты позволяют раскрасить палитру значительно. Вот. Единственный эффект, который я использую из пульта, это обычный четвертной дилей, который делает ночами-чами-чами. Шутка, я никого не знаю. Дилей, который делает обычные простые четвертные повторы. А также часто весь сигнал с пульта, который суммируется в пульте, вся музыка проходит через мастер-процессинг, забираясь по цифровому потоку АЭС из пульта, приходит в Аполло. Здесь у меня есть очень хороший, высококлассный, это, знаете, это Калининград. Там было сложно. Но не суть важна. Это происходит не часто, но когда необходима мастеровая обработка всего звука, она, ну, это в 60% случаев, она проходит через Аполло по цифре. Здесь можно добавить небольшой пленочной сатурации при помощи тоже разных плагинов. пленочная сатурация это имитация искажений, которые пленка выносила в записи, во времена записи на пленку, которые еще продолжаются, но не так активны. Вот и все про эффекты тут. Как называется это? Называется Excite Tape. Это свеженькие, их еще много разных. Вы говорили, что используете два длинных ревербератора, отдельно для вокалиста, отдельно для гитариста, чтобы они не смешивались в одном. Но для гитариста упомянули, что немного отличаются настройки. Какие именно настройки и для какого для создания какого эффекта и почему именно эти настройки? Это чаще всего длина реверберации, потому что для вокалиста продолжительность хвоста обычно чуть-чуть короче, чем продолжительность хвоста для гитары, потому что в случае с гитарой он выполняет функцию практически пэда, а в случае с вокалом это все-таки еще реверберация. То есть в принципе пространство получается одно и то же, просто чуть дальше, чуть дольше? Да. Сигнал со всех обработок приходит на пункт как отдельный канал? Да, сигнал с каждого из эффектов возвращается на отдельный фейдер и у меня на руках. А вот использование эпвалайзера в целом то есть это весь микс приходит? Да. И из него уже на мастер. Из него либо возвращается по цифре также в пульт, либо иногда никто не удивится тому, что в России есть города, где технологически все не очень продвинуто. и в числе них бывают города, где из доступных пультов есть только довольно старые пульты, которые по своим техническим качествам не выигрывают у большинства современных высококлассных консолей. И в таком случае, для того, чтобы избежать негативных особенностей этих старых пультов, я, слава богу, они не настолько старые, чтобы не иметь в себе цифрового выхода. Я забираю цифровой сигнал из них к себе в Apollo, здесь финализирую уже мастер-эффектами, и в портальную систему звук уходит уже из Apollo, не возвращаясь в пульт. То есть, так как многие старые пульты обладают, в них установлено не супер высокого качества цифроаналоговые преобразователи, цифроаналоговые преобразователи это такие приборы, которые преобразуют сигнал из цифры в аналог, из мира нулей и единичек в мир электричества. Так как во многих старых пультах эти преобразователи не очень качественные, я использую в качестве основного преобразователя иногда преобразователи в моем интерфейсе, который я вожу с собой. Это позволяет немножечко поднять планку звучания, даже используя старые не очень хорошие пульты. Ну и еще раз подтверждать, что это довольно надежные интерфейсы, потому что, грубо говоря, в итоге все эффекты и весь звук зала держатся на одном тандерболте. И пока... Да, плюс... Ну, я не знаю, кому это интересно, но у Apollo есть такая приятная особенность, даже если тебе выдернули тандерболт, даже если у тебя украли компьютер, он продолжает работать в том же состоянии, в котором он работал. Что для концертной практики очень важно. Потому что, ну, вы знаете, бывает, типа, устройство отсоединено, типа там кто-то чуть-чуть задел USB и все. Это, в общем-то, бич USB порта. Тандерболт в этом плане намного надежнее. И даже надежнее, на мой взгляд, чем Firewire. Продолжаем отвечать на вопрос. Я скажу что с тобой по поводу эффекта. Какие есть принципиальные отличия в действительности настрой готовых пресетов и, например, сборах, вот если мы сами сделаем, у меня есть например, невинейного ревера, да? То есть, здесь у меня есть готовый какой-то пресет, ну, какая-то фигма будет по органам управления. И, например, если я сам собираю гитированный просто ревер. Самому, ну, во-первых, самому собрать интересней. Ну, знаешь, люди же еще делятся на тех, кто любит купить комплект для DIY-пайки и спаять себе микрофон. И тех, кто любит пойти в магазин купить готовый микрофон. Это две таких немножко разных категорий. Пресеты это более простой путь. Когда нужно оперативно найти звук, тебе проще пощелкать пресеты, чем пересобрать шесть разных конфигураций самому. Но в студии я люблю делать всякие сложные эффекты, к примеру, не используя обычную стерео-реверберацию, а, например, создавая две монореверберации с разной длиной, разными ревербераторами, накладывая на них разные искажения и потом суммирую их в один общий стерео-ревербератор, получая разное звучание эффекта слева и справа, получаются всякие крэйзи немножко эффекты. Поэтому, но на концерте нужно быстро подобрать звук, поэтому я использую пресеты. Больше того, многие даже очень маститые студийные мастера, маститые мастера, здорово сказал, ну ладно, в общем, топового уровня мастера студийные, очень многие в миксе пользуются пресетами, в этом нет ничего зазорного. Единственное, о чем стоит помнить, что пресеты чаще всего нужно немного адаптировать под твое звучание. Не бывает такого, что... Ну, то есть никогда не будет так, что ты возьмешь, откроешь проект и повесишь на каждый канал пресет с соответствующим названием инструмента, на который ты его вешаешь, и у тебя зазвучит суперпесня. Все равно всегда... Ну, это как, типа, ездить по навигатору. Ты можешь ехать только по навигатору, но в какой-то момент он тебе скажет, поверните направо, и ты въедешь в стену, если ты будешь ехать по навигатору. Иногда нужно подумать то же самое с пресетами. То есть, и пресет... Больше того, пресеты... Ну, то есть, объясню, почему я так много про это говорю. Я всю жизнь думал, что пресеты это вообще для слабаков и не классно, что вот надо создавать все самому. Но на самом деле пресеты это очень хорошая отправная точка, и часто от пресета может начинаться какой-то очень классный индивидуальный звук. Во-первых. А во-вторых, пресеты позволяют научиться, и если... Ну, если мы умеем включать голову, проанализировать, почему этот пресет сделан таким образом для такого инструмента, и что, какие настройки использованы в каждом конкретном пресете у любого прибора к разговору о навигаторах. Пресет... Пресеты это очень хорошая школа. То есть, используя пресеты всяких интересных людей, мы можем анализировать, почему и каким образом они добились того или иного звучания, и потом уже использовать этот опыт, создавая свои какие-то вещи. Да. это... В общем, не стоит избегать пресетов, это совсем неплохо. Да. Можем еще вопрос по планам. Да. Насколько я знаю, среди интерфейсов по поводу разные модели могут запустить определенное количество инстанций. Да, это правда. У этих интерфейсов бывает несколько конфигураций, в них установлено определенное количество процессоров. в рэковом исполнении это версии либо с четырьмя процессорами, либо с двумя процессорами. В внешнем Thunderbolt корпусе можно взять прибор, в котором есть восемь процессоров. Но использовать его на концертах не удается, потому что консоль работает только с Apollo. Но так как я работаю в высоком сэмпл рейте в 88-200, в котором они звучат иначе, чем они звучат с рэка четырех, и на мой взгляд в лучшую сторону, на мой слух точнее, а мне ровно на этот темплейт ровно хватает мощности четырех ДСП-шного Apollo. Но я видел много зарубежных коллег, которые ездят с маленьким Apollo Twin с двумя процессорами, используют как бы просто как основной вокальный эффект и делай. Это зависит от того, насколько сложный сетап мы хотим собрать. Насколько сильнее грузит компьютер, так скажем, процессор по повышению вот этих процессоров? Грубо говоря, повышая частоту дискретизации в два раза мы повышаем нагрузку на процессор в два раза. В данном случае, так как я использую внешние ДСП, внешние процессоры для обсчета этих плагинов, нагрузка не ложится на компьютер вообще. К сожалению, функционал цифровых входов и выходов у обычных Apollo недоступен. Там есть MADEPORT, который позволяет передавать 64 канала, но он не открыт для обычных пользователей. У меня сигнал в эффект процессора идет через аналоговые входы и аналоговые выходы. Это не очень удобно и хотелось бы иметь цифровые, но пока это доступно только в одной версии Apollo, которая продается эксклюзивно для пультов компании Soundcraft. Хотя там открыт цифровой вход-выход и она работает с любыми консолями, но, по-моему, продается этот девайс не очень хорошо у них. Мне говорили, что их продано 15. Получается двойной пересчет? То есть пультает все промо-то? Да, да, именно так. Двойной пересчет. Я бы с удовольствием использовал приборы и динамической обработки эквализации UAD для индивидуальных каналов. Проблема в чем? Как только мы пытаемся по аналогу в качестве инсертов их использовать, у нас цепочка задержки превращается в такую цепь. Сигнал идет по аналогу со сцены, приходит в пульт, оцифровывается. Это микрозадержка. Потом для инсерта расцифровывается. Это еще микрозадержка. Потом в Apollo оцифровывается. Это еще микрозадержка. Просчитывается плагином. Еще микрозадержка. Расцифровывается обратно микрозадержкой и входит в пульт, опять оцифровывается, опять микрозадержка и 4 или 6 конверсий на его пути происходят. Что, к сожалению, в концертах не особо применимо, потому что тогда человек будет петь микрофон, а его голос будет звучать через полсекунды. Иногда, когда мне не нужна мастеровая обработка, я использую AES-ный инсерт, так как по AES-линии передаются два канала левый и правый, их можно использовать как два моноканала. И для каких-то основных элементов, которых мне очень не хватает каких-то обработок, например, я хочу использовать типа эквалайзер NIF на вокале. Ну, прямо вот хочу и все. Тогда я могу в качестве цифрового инсерта использовать любые плагины практически без задержки. Такая опция всегда есть. Но мне кажется, расширяя функционал до использования 30 каналов разных обработок, мы слишком усложняем все, потому что это не rocket science и это все-таки музыка. Поэтому плюс перекладывать слишком много в мир плагинов, мне кажется, нелогично, потому что все равно существует такой элемент, что чем больше мы звук крутим и нам кажется, что он становится лучше, тем больше он деградирует. И иногда все, что нужно хорошему музыканту от звукорежиссера это микрокоррекции частот, обрезка какого-то инфра-нииза, например, или ультра какого-то очень высокого верха и так далее. Это, наверное, некорректно так говорить, но проблема в том, что процентов 70 звучания на самом деле формируют не звукорежиссера, а музыканта. И очень сильно качество звука зависит от того, как они это делают. Это на самом деле у них в руках. А мы как бы акушеры, которые просто помогают дойти до слушателя. И с одной стороны хороший музыкант с плохим звукорежиссером и с плохими приборами всегда все равно останется хорошим музыкантом. Но плохой музыкант с хорошим звукорежиссером и хорошими приборами никогда хорошим музыкантом не станет. Поэтому я стараюсь не... У меня и так довольно сложный сетап, но я стараюсь его не переусложнять. Про оверхеды вообще как ты используешь в плане микса и насколько расстановка их вообще зависит на вот два момента оверхеды очень важная вещь для тех кто не знает барабаны часто к сожалению мир не такой классный как в мультфильмах и одним микрофоном снять все барабаны невозможно поэтому для озвучивания барабанов используются так называемые мультимикрофонные техники в чем суть в том что на каждом барабане есть ближний микрофон а также пара микрофонов над барабанами которые снимают звучание всей установки в целом звучание тарелок в студии это часто еще так называемые амбиенсные микрофоны которые снимают звучание помещения и иногда еще вторые амбиенсные микрофоны и в студии это иногда еще и трэш микрофоны которые могут лежать в цветочном горшке в микрофонной полке вы знаете что песня My Favorite Game группы Cardigans собрана из звука 57-го шура которая лежала в мусорном ведре около барабанов такая популярная байка это действительно так но неважно так вот запись барабанов в чем-то подобно оркестровой записи где основные общие микрофоны используются для того чтобы снять основной самый полноценный звук барабанов или звук оркестра в случае с оркестровой записью а так называемые споты точечные микрофоны на секциях оркестра либо точечные микрофоны на отдельных барабанах используются для того чтобы добавить детальность ну детальность отдельным элементам установки в студии на концертах это немножко разнится потому что часто особенно в среднего и малого размера залах звук тарелок очень сильно приходит прилетает в зал акустически отражаясь от стен потолка и иногда бывает так что на концертах оверхеды убраны вообще особенно маленькие клубы в маленьких клубах чаще всего приходится сталкиваться с такой проблемой а тем не менее многие привыкли воспринимать оверхеды как микрофоны для тарелок я не большой адепт такой теории я считаю что оверхеды это микрофоны которые снимают звук установки и часто можно увидеть что звукорежиссеры так по дефолту просто берут и на оверхедах отрезают все там оставляют только высокие частоты но на мой взгляд это не очень правильно потому что из оверхедов часто складывается звук и малого барабана и томов тут есть нюанс с расстановкой очень часто люди особенно в студии особенно начинающие инженеры ставят микрофоны таким образом как мы чаще всего видим на фотографиях и картинках чем бы изобразить это не знаю допустим это бочка здесь малый барабан тарелки и прочее и люди ставят оверхеды вот так к чему это приводит так как в любой установке малый барабан левее бочка ну в данном случае типа в центре и том и тарелки при такой установке постановки микрофонов центр немножко смещается почти в любой поп-музыке ну в любой современной музыке с барабанами чаще всего бочка и малый барабан находятся в центре стереокартинки такие оверхеды получается довольно сложно использовать в миксе либо их приходится корректировать сдвигая стереокартинку таким образом чтобы бочка и малый барабан оказались в центре как ни странно визуально конечно это самый красивый вариант установки микрофонов и на клиентов работает но достаточно повернуть микрофоны вот так и тогда бочка малый барабан окажется в центре оси в центре нашей стереокартинки при этом самый правый том находится правее всего хай-хэт находится левее всего в общем стереокартинка становится идеальной эта техника как-то еще красиво называется но я не помню а на концертах это тоже работает как ни странно вот но на концертах приходится немножко переступать через себя брать себе за голову и говорить это микрофон для тарелок потому что особенно в ситуации когда тарелок много не всегда удается сделать так чтобы все они были слышны но проблема даже не столько в установке оверхедов сколько в проникновении звука тарелок в вокальные микрофоны потому что как только у тебя вокалист поет не очень громко количество тарелок проникающих через вокальные микрофоны очень велико ты можешь убрать оверхеды полностью но пока открытый вокальный микрофон у тебя все равно будет и как бы пытаясь эквалайзером избавиться от этого ты убираешь лишаешь вокалиста читаемости и как бы осязаемости это такая всегда компромиссная к сожалению история ну кроме больших сцен где где это не влияет так сильно кто еще не спрашивал я не слышал я не слышал этого в такой формулировке обычно при работе с хорошим продакшеном до концерта вместе с райдером я получаю как бы рендер акустической 3d render распределения акустической энергии по залу вот они показывают что вот типа как это у них называется soundscape или soundstage программа и они показывают вот вот так будет и чаще всего если это хорошие прокатные компании хороший системный инженер то я могу посмотреть и сказать да действительно так будет но вообще меня пугает визуальная сторона вопроса потому что когда к тебе приходит человек ты приходишь на площадку и к тебе подходит стена инженера и говорит на посмотри я тебе все сделал вот видишь тут типа все совпадает тут все правильно я говорю подожди давай послушаем этот звук его логичнее слушать чем смотреть да нет ну видишь тут же все типа они ставят измерительные микрофоны замеряют там фазировку спектр можешь рассказать о звукораджишер в кино могу немножко я не я тут вообще довольно я не работал как звук практически не работал как звукораджишер в кино я работаю над музыкой для кино часто а вот звукорежиссура кино запись типа на площадке там фоуле все это я с этим так довольно осторожен да над музыкой для кино есть несколько несколько особенностей которые отличают работу в частности если в музыкальном мире финальный формат для музыки это ну чаще всего стерео и мы как бы продукт который мы выдаем на финальном этапе это стереофайл wave 1644 который содержит в себе нашу песню то для киноиндустрии всегда нужны так называемые стемы что такое стемы стемы это отдельные стереофайлы в которых в отдельных файлах содержатся барабаны отдельно гитары отдельно вокалы отдельно эффекты для того чтобы потом при использовании этой музыки в кинопроизводстве они а могли например отключить вокал и использовать инструментальную часть б редактировать форму изменять продолжительность более ну как бы более филигранно чтобы этого не было слышно и c для если мы сводим в стерео а потом это пересводится в 5.1 то им для кинопроизводства полезно иметь микс в формате стемов для того чтобы отправить что-то например в т.л. или для того чтобы сформировать какие-то дополнительные эффекты из отдельных элементов микса что всегда в общем добавляет занудство процессу потому что это отнимает намного больше времени и больше внимания и больше того проблема в том что при сведении музыки очень ну не очень большая но большая часть финального звучания формируется от так называемых мастер-эффектов тубас-эффектов приборов обработки которые висят на мастер-секции нашей консоли либо виртуальной консоли и это иногда бывает цепочка из нескольких компрессоров сатураторов эквалайзеров и прочего и зачастую когда эти приборы на входе в себя получают весь объем весь микс они функционируют одним образом но как только мы начинаем отдельно скидывать гитары отдельно вокалы отдельно барабаны то эти приборы работают совсем по-другому и весь клей как бы улетучивается но в таком случае есть тоже хитрый метод приходится скидывать микс и потом его использовать в качестве источника в качестве сайдчейна для сбрасывания каждого отдельного стэма сайдчейн это управляющая цепь которая по-русски это очень коряпо звучит фактически в любом приборе обработки есть две цепочки сигнальная цепочка по которой идет сигнал аудио и обрабатывается и да я обещал что я не буду углубляться в деталь и детекторная цепочка детекторная цепочка грубо говоря это часть трактов в которой прибор анализирует то что он получает и вот в эту детекторную цепь можно поставить любой другой сигнал и таким образом можно настроить компрессор так чтобы он срабатывал так как будто бы он получает весь микс но на самом деле через него проходил бы только там бас и тогда это все в итоге складывается в похожую звуковую картинку но все равно не всегда это так а вообще хорошего тяжело сказать про русское кино честно говоря я никого не хочу обидеть но но просто бывает как-то как-то все это не очень классно происходит вот а показывают ваши снижения звуков или как-то заказ нет чаще всего работа над музыкой для кино начинается еще до съемочного процесса ну это когда как иногда делают и музыку подфильм но чаще всего всем участникам процесса рассылаются копии цифровые копии фильма когда есть уже первичный монтаж с ватермаркой то есть на всю на весь экран пропечатано Беляев и если мы знаем что типа если вдруг в сети в торрентах появляется кино с надписью Беляев мы знаем что его типа продал Беляев но Беляев так не делает в какой-то момент в зависимости от того как организовано производство музыкальная как бы бригада получает монтаж фильма и ну и дальше работает с этим монтажом но к сожалению часто бывает так что получает получая монтаж фильма бригада приходит в шок от того что все думали что будет классное большое кино а получается какая-то цирк вот но бывают и исключения вот мы недавно делали я сегодня третий раз уже говорю про своего таинственного друга композитора вот его зовут Дима Силипанов он очень талантливый композитор и много делает музыки для кино мы делали с ним музыку для картины которая называется коллектор вот очень приятная картина с Хабенским единственной роли вот там все было хорошо был тот случай когда мы делали музыку и был адекватный режиссер он ставил адекватные задачи которые помогали процессу и в общем и в итоге картина получила массу наград сейчас пролетает по миру к сожалению времени нашей стороне давайте по этому последний вопрос и заканчивать коллега по бородине у меня буквально два маленьких вопроса по астринам если можно короче вы очень много говорили про сатурацию что она друг и может ей нужно пользоваться как чаще вы используете последовательные параллельно и вообще в таких ситуациях приседения я почти постоянно использую сатурацию искажения 90 ну 80 процентов случаев параллельно потому что вообще и в концертной и в студийной практике параллельный процессинг это супер мощный инструмент который в чем суть суть в том что мы не обрабатываем только сам сигнал а мы делим его на два канала и параллельно используем любой процессор эффектов который хотим и подмешиваем к чистому сигналу таким образом сохраняя все изначальные качества и динамику динамику исходника и добавляя наши гармоники искажения или там модуляционные эффекты к чистому а это чаще всего связано с барабанами вообще-то совсем это помогает всему просто это используется в разных пропорциях иногда элементы которые кажутся на первый взгляд субъективно чистыми в миксе на самом деле очень грязные и полны искажений у нас сейчас там на известном диджейском ресурсе происходит конкурс ремиксов на песню там песня вообще странным образом звучит неординарно скажем так но там это прекрасно слышно потому что в миксе песни бас звучит просто как бас но если послушать отдельно стем он искажен так что на грани технического брака слушается но в музыке за счет этих искажений он читается как чистая бас-гитара а без них он не читался его было невозможно усадить в микс очень часто я использую параллельный дисторшн на бэк-вокалах на гитарах на клавишных инструментах потому что сейчас очень много присылают на миксинг музыки написанные на софтовых синтах совсем скучных но не скучных им не хватает массы и для того чтобы этой массы добавить можно использовать параллельную сатурацию параллельную компрессию параллельные ну в общем искажения на бас-гитаре почти постоянно вот особенно веселая веселая штука это параллельная ну параллельная тейп сатурации то есть не дисторшн в обычном как бы понимание а легкая пленочная сатурация в параллельном режиме который позволяет вытянуть еще немножко тембра из исходника ну что может еще один вопрос давайте вопрос про мясо как выучить вытянуть устраивать звук с учетом того что сейчас в огромный зал или небольшой зал придет большое количество людей это очень сложно но хорошая сторона в том что чаще всего когда приходят люди они ну представьте что у вас зал на тысячу человек человек в среднем весит 60 килограмм это 6 тонн проблема основная хорошая звукоизоляция это масса для того чтобы как бы поглощать низкие частоты нужен большой вес к вам приходит 6 тонн звукоизоляции которые тысяча точно 60 отлично я не математик ну вот у вас есть 60 тонн дополнительной звукоизоляции это помогает да то есть обычно складывается так что если более-менее получилось в очень сложном зале справиться со звуком то когда зайдут люди скорее всего станет либо чуть лучше либо сильно лучше очень редко бывает так что с приходом людей все портится иногда бывают ситуации когда ты стоишь на чеке и думаешь все просто это последний день моей карьеры больше меня никуда не возьмут а это такие например как спорткомплекс олимпийский в Москве зал то есть пока туда не встают люди тебе страшно за то где тебя завтра найдут типа в Люберцах или в Медведково вот но потом когда заходят люди и начинается музыка ты вдруг понимаешь что все в лучшую сторону изменилось и тебя спасли эти люди вот друзья большое всем спасибо я надеюсь что это было интересно в общем share репост все дела спасибо 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 Продолжение следует...